Сразу в двух чтениях приняты поправки к закону Ненинского округа об оленеводстве. Теперь ряд социальных выплат людям, ведущим традиционный образ жизни в тундре и занимающихся выпасом оленей, будет увеличен в полтора раза. Такое решение было принято региональными парламентариями в ходе внеочередной сессии окружного собрания депутатов, которая сегодня состоялась в Наринмаре. Поправки в окружной закон об оленеводстве, в частности, касаются увеличения ряда социальных выплат. Под действием этого закона на тысячу рублей вырастет регулярная выплата оленеводам и чумработницам и будет составлять 3000 рублей в месяц. Кроме того, до 2000 рублей увеличатся стипендии оленеводам и детям оленеводов, обучающимся в высших и средних учебных заведениях. Также оленеводам и чумработницам, которые достигли возраста 45 лет, это для женщин и 50 для мужчин, которым назначена пенсия по государственному пенсионному обеспечению и которые заняты в оленеводческих хозяйствах, в том числе в общинах коренных мальчишцах народов Севера, не менее пяти лет, установлены, предусмотрена ежегодная единовременная социальная выплата в размере 4000 рублей. Проектам предлагается увеличить данную выплату до 10 тысяч рублей. Законопроект разрабатывался с учетом пожеланий жителей тундры и подводит своеобразный итог объявленному в Ненецком округе в году оленеводства. Вопрос о индексации социальных выплат, он стоял давно, он был поднят еще и оленеводами во время встреч, которые проходили с губернатором и с депутатами окружного собрания. И сегодня у нас такое логическое завершение, был принят закон, который закрепляет повышение этих льгот. Впрочем, по словам парламентариев, эти мероприятия, направленные на улучшение жизни оленеводов и всех, кто занят в этой отрасли, не заканчиваются. Уже сейчас в Департаменте сельского хозяйства создана специальная комиссия, которая следит за ходом убойной кампании. Лоббирует выделение субсидий оленеводческим хозяйствам, координирует деятельность силовых структур, чтобы исключить случаи браконьерства. На этом год оленеводство у нас не заканчивается. Мы сейчас очень активно работаем в плане совершенствования законодательства, которое касается жизни оленеводов. Остро очень стоит вопрос по поводу пересмотра существующих порядков по получению субсидий. Мы уже провели несколько заседаний рабочих групп. Кроме того, на сессии был принят проект закона об установлении на 2019 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Ненецкого округа. По закону, иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность на территории Российской Федерации, на основании патента увеличивают налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа. Размер фиксированных авансового платежей по доходу на доходы физических лиц на ослению трудовой деятельности по найму в Российской Федерации на основании патента подлежит индексации на коэффициент дефлятора, установленный на соответствующий календарный год, а также на коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, устанавливая на соответствующий календарный год закону субъекта Российской Федерации. Таким образом, с учетом тенденции увеличения коэффициента дефлятора, сумма авансового платежа по НДФЛ для иностранных граждан составит 8059 рублей.